здравствуйте как меня слышно поставьте плюсики пожалуйста слышно меня или нет давайте сейчас здесь настроимся вроде бы как показывает нормальная ой давайте посмотрим это здравствуйте здравствуйте как меня видно слышно хорошо видно слышно поставьте плюсики ну и пошли мы прямой эфир сейчас у нас еще есть три минуточки пока поставлю для вас видео какое-нибудь посмотрите немножко на три минутки посмотрите видео я пока отключусь ну что сейчас начнем сейчас я переключусь у нас будет прямой эфир еще в instagram поэтому запустим сейчас instagram и начнем с вами говорить так сейчас секундочку прямой эфир поздороваясь с людьми ждите пожалуйста и потом уже будет начнем уже с вами говорить здравствуйте здравствуйте как меня слышно в прямом эфире в вебинарной комнате мы проверили все хорошо как у вас слышно меня или нет пометочку сделайте чтоб я понимала видите меня или нет слышите или нет ну тогда начнем отлично здравствуйте для тех как кто меня не знает меня зовут курячая татьяна я мама троих детей мне 50 лет и я строю бизнес компании фаберлик сейчас я в звании рубинового директора ну и вот решили мы с дарьей титулой поделиться с вами интересными вещами интересными уходами различными уходами за нашим нашими средства за телом за волосами и сегодня у нас будет здравствуйте здравствуйте и сегодня у нас будет специальная тема по солнцезащитным средствам и так сейчас я переключу на экран чтобы вы видели и мы перейдем к презентации потому что у меня двойной эфир в вебинарной комнате и еще и в инстаграме и так сейчас мы будем с вами двигаться немножко потрясывает еще пока не купила специальную себе штучку всем здравствуйте привет привет ну все начинаем и так у нас сегодня тема именно солнцезащитные средства и как правильно подбирать их и вообще что это такое потому что многие приобретают эту продукцию и не по ну вообще вот приобретают средства различных фирм и не понимают что это такое и я решила вам самого начала прям буквально совсем понемножку сейчас я вам расскажу несколько слов буквально история отношения к загару потому что еще знаете как именно отношения к загару уже было сто лет назад это было высшем обществе был прям культ культ точнее наоборот сто лет назад был культ белоснежной кожи то есть люди специально не загорали если вдруг кто-то загорел то это было вообще не вообще не хорошо и как мужчины так и женщины и дамы они носили специальные шляпки и мужчины широкополые шляпы носили и дамы использовали перчатки солнца защиты солнцезащитные зонтики здравствуйте здравствуйте наталья присоединяйтесь к нам вот тогда было некрасиво быть загорелой а именно сто лет назад лишь бы уберечь свою кожу только от загара а вот уже в двадцатых годах прошлого века коко шанель и все вы знаете кто такая коко шанель вела моду на загар вот оттуда пошла вот эта мода чтобы быть загорелым чтобы действительно тело было более темное такое шоколадная чтобы цвет был определенный у тела они просто белоснежная как сто лет назад и так вот в двадцатых годах ситуация резко изменилась стала популярна отдыхать на морских побережьях прям специально начали и люди ездить а загар стал символом красивой кожи и каждый конечно же здравствуйте здравствуйте всем как кто присоединился и в символ красоты именно было загорелое тело вот именно с двадцатого года потом следом уже пришло повсеместно использование солнцезащитных средств супер высокой степенью защиты spf 100 раньше был такой фактор spf 100 хочу сказать что сейчас если вы видите такой фактор spf 100 то уже в моде он то есть настоящее время он но не соответствует тем стандартам которые необходимы это было тогда вот тогда тогда и так а также новая вот тогда вот в двадцатых годах именно получился начали делать солнцезащитные средства со спф фактором 100 а также новое психическое расстройство появилась тех времен гелиофобия называется это навязчивый страх и боязнь пребывания на солнце потому что в то время с одной стороны хоть и продвигали солнцезащитные средства хоть и рассказывали про солнце что вроде бы она много полезного приносит но оттуда и родились те мифы что солнце вредное что на солнце нельзя находиться и у многих вот появилась такая болезнь и и определили ученые врачи как гелиофобия но несмотря на это все равно ситуация со здоровьем и фотостарением не улучшилась а наоборот ухудшилась даже те кто не был на солнце они были не застрахованы от солнечных лучей те кто наносил средства спф фактор 100 тоже были не застрахованы потому что помимо того что мы пользуемся этими препаратами то есть этими косметическими средствами помимо этого нужно еще несколько тонкостей знать для того чтобы не сгореть и в то же время получить ту пользу от солнца которая необходима а как же витамин d не вы абсолютно правы мы как раз сейчас и будем говорить мы сейчас с вами рассматриваем знаете как в чем польза и в чем вред и вообще есть ли польза и есть ли вред поэтому давайте мы двинемся дальше а пока я переключаю переключу на себя чтобы вы меня еще раз увидели кто присоединился привет привет я курячая татьяна давайте двигаемся дальше двигаемся дальше с вами переходим на следующий слайд и в этом слайде вы увидите в чем же поговорим вообще о солнце что такое солнце и так солнце а еще в древнем египте существовала методика лечения солнцем то есть вот с тех времен ослабленным и больным людям для поддержания физических и душевных сил прописывали солнечные воздушные ванны и плюс к этому обязательно сок считала что такой метод позволит обрести людям спокойствие вернуться к прежней жизни бодрым и здоровым человеком то есть спасибо большое за комплимент вот оттуда а именно пошло понимание что солнце полезно потому что очень много было показателей которые давали здоровье действительно подтверждались здоровье человека и вот этот момент начали продвигать и далее после древнего египта вот в девятнадцатом веке исследователи тщательно стали изучать воздействие солнечного облучения на человека только в девятнадцатом веке именно в начале девятнадцатого века начали рассматривать что же происходит польза от солнца или вред все таки и выводы от такой терапии которую применяли в египте вот солнечные ванны оказалось положительными то есть эти проверки показали положительные результаты это позволило включить гелиотерапию назвали ее так в ряд различных методик лечения заболеваний то есть это вот прямо специализированная такая методика лечения а еще проверено и доказано было вот после девятнадцатого века на протяжении вот этих лет до нашего времени что при недостатке ультрафиолетового ультрафиолета снижается синтез коллагена в коже что приводит дряблости кожи и появлению морщин мы на предыдущих занятиях на предыдущих встречах вам рассказывали как грамотно ухаживать за кожей лица за кожей тела за кожей рук ног за волосами и вот вам для тем вот темам к тем продуктам которые мы рекомендовали и рекомендации которые мы давали и мы еще обязательно рекомендуем применять именно ультрафиолет потому что это также влияет именно нашей кожи сейчас мы с вами переключимся посмотрим на меня это я для это я для инстаграма те кто в вебинаре мы не переключаемся мы просто переворачиваем слайд и все рада всех видеть кто присоединился кто смотрит и сейчас мы с вами поговорим что дает солнце человеку и так смотрим слайд и так что же дает солнце человеку дело в том что ультрафиолетовое излучение как вот девушка вверху написала как же витамин d это вот как раз про это ультрафиолетовое излучение активирует в организме человека выработку биологически активных веществ улучшает процессы обменных веществ и точно также повышает иммунитет вы наверное замечали что если в каком-то городе или в как ну каком-то регионе или в какой-то стране недостаточное количество солнца то чаще всего эти люди они немножко такие уставшие потому что действительно не хватает витамина d не хватает солнца и они какие-то немножко такие ну расслабленные какие-то такие вот ну вот спокойные и те кто посещал солнечные страны вы видели насколько там веселые жизнерадостные люди насколько они просто плещут своей энергии и наверное замечали когда вы сами приезжаете куда-то и получаете вот этот допинг я по-другому сказать не могу и как солнечное как с наше солнышко то вы через некоторое время начинаете прямо совершенно по-другому себя чувствовать вот здесь вот пишут у нас в инстаграме да это точно и в вебинарной комнате пишут да едешь и к морю а там все супер становится настроение становится совершенно другим это вот действительно работает так солнечные лучи потому что именно вот то о чем говорила девушка сверху вызывает именно солнечные лучи вызывают образование витамина d а витамин d он находится в составе секрета сальных желез наших в теле и способствует всасыванию из кишечника кальция который необходим для костной ткани организма человека если у нас недостаточно витамина д то нужно срочно ехать солнечные страны хотя бы как минимум один раз а лучше все таки два раза обязательно быть на солнышке если в вашей стране или вашем городе лето дает солнце обязательно делайте солнечные ванны для себя если у вас есть солнце и есть возможность поехать куда-то по отдыхать обязательно едьте потому что вы будете заряженные полностью нам на весь год ваша действительно кожа ваш организм он будет очень вам благодарен и соответственно ваши косточки в том числе и так солнечные лучи способствуют выработке гормонов счастья поэтому все веселые все радостные на солнышке до лучше два раза в год это точно вот в бинарной комнате написали что лучше два раза в год я просто замечала когда я летом в своем городе получаю солнце а еще весной езжу отдыхать и потом осенью где-нибудь в ноябре или октябре то у меня просто готов вообще знаете энергии выше крыши да вот наталья написала нам ноябре или в марте а я в деревне живу у меня солнышко все лето вообще красота вам просто повезло потому что действительно это организм будет очень хорошо сопротивляться болезням и так солнечные лучи способствует выработки гормона счастья вам сказала и повыши повышению настроения другими словами вредно не само ультрафиолетовое облучение не само солнышко а вредно избыток это не значит что вам не нужно выходить каждый день на на улицу и на солнышко это значит что нужно обязательно закрывать свое тело одеждой прикрывать определенные места и когда вы находитесь на пляже то нужно обязательно ограничивать количество нахождение на солнце именно определенные часы нужно быть на солнышке лучше это до 12 дня когда еще солнце не такое агрессивное с утра и после 6 желательно если все-таки вы попадаете на то время когда вот с 12 до 4 часов это самое агрессивное солнце тогда постарайтесь быть принимать больше именно водных процедур да да с двина лучше не быть потому что можно сгореть просто мало того что сгореть вы просто не заметите этого это будет очень очень плохо как для ваших для вашей кожи так и для вашего организма обязательно солнечные ванны при к лучше побыть в кафе лучше посидеть где-то в тенечке в это время а вечернее время это самое лучшее солнце она так раз к так она работает что если даже вы находитесь например в машине и едете например вот если вы водите машину то имейте ввиду что даже через стекла солнечные лучи проникают в машину и воздействует на вашу кожу и точно так же когда вы например находитесь где-то за облаками бывает что солнышко раз из-за облака спряталась что даже в тени можно очень хорошо загореть мы когда прошлом году ездили в доминикану а там же очень сильное солнце хотя вроде бы выбрана время было в октябре но было очень сильная жара я-то мудрялась побегать по солнышку но у меня была подруга которая очень боялась солнца и ну и были на то причины и здоровье и всего остального и она лежала постоянно под зонтиком вы не поверите под зонтиком она сгорела потому что вот лежачее состояние и даже не прямые лучи а даже через вот сон ну вот через зонт они имеют свойство даже сжечь кожу в этом в это время и так сейчас мы перелеснем слайд а я поприветствую те кто еще присоединился чтобы меня увидели поближе привет привет всем всем машу всем машу всем нажимаю помахать и переходим к следующему слайду и он будет называться фототипы кожи по фит фиц патрику давайте посмотрим что же это такое я думаю для вас это кто-то знает а кому-то это было будет в новинку а кому-то это просто для повторения и так все люди делятся на 6 фототипов в зависимости от цвета кожи и вот сейчас я буду говорить а вы просто на себя прибрасывайте и смотрите нас что на вас больше похоже это первый это кельтский тип он так называется это во всем мире аббревиатура кельтский тип никогда не загорает этот человек всегда обгорает этот человек чтобы он не пробовал он обязательно сгорит ему очень сложно быть на солнце потому что он очень страдает этим у него очень светлая кожа практически белесая часто с веснушками рыжие это обычно люди рыжие или блондины и у этих людей светлые глаза это кельтский тип теперь посмотрим второй тип второй тип это европейский нордический тип иногда загорают эти люди но чаще обгорают все таки они приближены к кельтскому типу но кожа у них более-менее хотя бы не такая восприимчивая как у кельтского типа это светлокожие люди светло русые волосы у них иногда темно руслые но глаза у них именно точно светлые применяйте к себе прикладывайте на кого вы похожи если вы мне напишите в комментариях какого какой вы тип я буду очень вам благодарна поделитесь с нами и так третий тип это средний европейский тип очень хорошо загорает иногда обгорает то есть если вот все таки или очень 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 сильное солнце если агрессивная или не в то время выйдет то есть когда не положено может и очень хорошо обгореть обычно у среднеевропейского типа карии или светлые глаза темно русые или или каштановые волосы и кожа цвета слоновой кости без веснушек то есть это белесые такие люди кожа белесая но они очень хорошо так ровненький у них ложится загар вот у нас в вебинарной комнате елена написала что она и так 3 так будем вас елена звать третьим типом и так мы переходим к четвертому типу это средне земноморский тип эти люди очень хорошо загорают никогда не обгорают то есть у них ложится быстрый загар очень ровный они буквально могут за один день стать практически такого знаете золотисто коричневого цвета есть который вот знаете как который европейский энергетический тип он может знаете как ему потребуется прям несколько дней для того чтобы хотя бы появился какой-то такой ровный коричневатый загар потому что там больше будет покраснение в начале а потом постепенно переход в такой желтовато коричневый оттенок пятый тип это индонезийский или восточный тип всегда загорают эти люди они очень легко загорают никогда не обгорают то есть они вообще практически не боятся солнышка а у них очень смуглая кожа темные волосы и темные глаза и еще один тип это африканский он африканцы никогда не обгорают очень темная кожа она у них просто привыкла к постоянному солнцу у них черные волосы и глаза но вот дальше мы будем с вами говорить даже этим людям необходимо солнцезащитные средства не для того чтобы защитить их от обгорания даже если вы хорошо загораете вам необходимо средства солнцезащитные для того чтобы оберечь свою кожу от пересушивания потому что солнце она не только усиливает выработку меланина и вот этот загар эта выработка меланина но и еще и может подсушить хорошо нашу кожу поэтому если вы подбираете солнцезащитные средства то они должны быть обязательно с ухаживающими добавками давайте посмотрим следующий слайд а те кто в инстаграм мы с вами встретимся лицо к лицу посмотрите немножко на меня я пока перелесну и так следующий у нас слайд и у нас сегодня будет очень много интересного я думаю что это будет вам полезно и итак что же такое spf фактор многие читают на флакончиках на средствах spf фактор но не понимают что это такое итак spf фактор это солнцезащитный фактор он так и читается spf я переводить вам по-английски не буду потому что ну не сильно в английском и будет некрасиво если будет неправильное произношение но вы точно так же можете прочитать это потому что перевод можно найти запросто и так солнцезащитный фактор это который показывает сколько вы можете просидеть на солнце до того как обгорите и как же это определить вот например если без солнцезащитных средств ваша кожа обычно краснеет через пять минут то тогда пребывание на пляже то при использовании средства с spf фактором 10 вы можете не обгореть до 50 минут если вы сидите 50 минут и потом уже не наносите еще раз крем с spf фактором 10 то имейте ввиду вы можете сгореть ваша кожа может прям обгореть поэтому и рекомендуется все таки наносить средства с spf фактором более высоким но дальше мы будем прям с вами рассматривать рекомендации которые необходима вам когда вы будете выходить на солнышко именно конкретно под себя подобраны и так spf фактор это показатель защиты от лучей спектра b вы наверно все слышали что есть альфа лучи и бета лучи я не буду вдаваться очень подробно что это такое потому что иначе мы с вами за час не успеем я вам просто вкратце скажу альфа ой бета-лучи это те лучи которые вызывают эритему это так звучит это как раз покраснение кожи эритем это покраснение кожи вот и солнечная и как раз солнечные ожоги показатели от лучей спектра альфа практически не указывается в средствах то есть когда вы приобретаете средства солнцезащита если там не написано прям точно не написано что австралийский стандарт качества тогда а вы можете сомневаться что они защищают вас от альфа-лучей да они защитят вас от бета-лучей но от альфа-лучей навряд ли обычно прям многие берут и есть фирмы которые не все могут это сделать потому что это более дорогое средство но просто конкретно пишут защищает от альфа и бета-лучей поэтому обязательно обращайте внимание когда вы будете смотреть на этикетки какое средство покупаете так вот лучи спектра а более коварные они не вызывают покраснение и какого-либо дискомфорта эти лучи они проникают глубоко в кожу и способствует фотостарению именно альфа-лучи могут проникнуть через стекло в машине если вы будете длительное время ехать и длительное время на вас будет светить солнышко то это как раз альфа-лучи могут проникнуть в вашу кожу и так давайте мы посмотрим далее следующий слайд перейдем на меня и следующий слайд у нас я вам сейчас начали рассказываю все полезности чтобы вы могли просто рассмотреть это и понимать потом эти слайды у нас будут в группе вконтакте вы можете увидеть что ударить и того что у меня именно вот на моим на моем аккаунте и зайти в группу вконтакте и посмотреть эти конкретно степени ну вот слайды и потом будет это уже видео и вы уже сможете сориентироваться более внимательно обратить на это внимание и так переходим на следующий слайд который и поговорим с вами степени защиты какие же они существуют и так условно солнцезащитные средства делятся на следующие группы спф 2 и 4 это базовая защита и защищает она от пятидесяти до семидесяти процентов семидесяти пяти процентов семидесяти пяти процентов от уф-лучей спф четверка тире десять от четырех до десяти это средняя степень защиты защищает от восьмидесяти пяти процентов от уф-лучей спф от десяти до двадцати это высокая степень защиты и защищает от девяносто пяти процентов уф-лучей SPF от 20 до 30 – это интенсивная защита и защищает от 97% уф-лучей. SPF 50 – это его прямо называют санблок, защищает от 99,5% уф-лучей. То есть там практически полная защита от солнечного излучения. Если вы недавно делали пилинг, или у вас есть незначительные ожоги, или аллергия какая-то, крем лучше выбирать с индексом от 50, потому что вначале нужно, чтобы ваша кожа стала золотистой, и только после этого уже можно фактор защиты уменьшить. То есть первоначальное нахождение на солнце должно быть с высоким фактором защиты. Можно использовать 25-30, если у вас нет тех проблем, которые как аллергия или ожоги, или если вы не после пилинга. После пилинга обязательно необходимо нанести высокий фактор защиты, и потом, уже когда немножечко ваше тело привыкнет и выработается меланин, и тогда вы уже можете перейти на более низкую категорию. На Кипре как раз СПФ-50 отлично помогал. Да, я помню, когда я была... Спасибо, Наташа. Я когда была на Кипре, я не ожидала. Там солнце намного ниже. Оно прям вот, прям вот, практически его видишь вот прям воочию. И вот это солнце я буквально за полтора часа, хотя использовала 20-ку, всего лишь 20-15, я сгорела очень сильно. Я даже не предвидела. Почему я говорю, что австралийский стандарт качества? Потому что в Австралии очень жарко. И, конечно же, если вы используете именно такие солнцезащитные, то вам и Кипр, и Африка не помеха. Итак, следующая на заметку для вас, это специалисты рекомендуют приобретать крема не только с функциями защиты от ультрафиолетовых лучей, но и, возможно, питание клеток кожи необходимыми определенными ферментами. Я здесь вот не написала, но вот есть средства, которые прекрасно увлажняют кожу. С одной стороны, они вас защищают, но они еще и увлажняют. Это такие, например, средства, как масла. Но масла обычно, они из-за того, что притягивают солнечные лучи, у них SPF-фактор низкий, шестерочка. Масла можно использовать уже после того, когда ваша кожа приобретет такой вот нежно-коричневый загар, тогда масло можно использовать. Оно ускорит просто именно притягивание солнечных лучей. Но масло прекрасно ухаживает за вашей кожей, и вы получаете солнечные ванны, и еще и питание хорошее. И огромное количество есть средств, которые защищают, например, средства для защиты волос. То есть они увлажняют наши волосы, и в то же время защищают от пересыхания, и также от альфа и бета-лучей. Поэтому обязательно обращайте внимание, что написано на флаконе, что написано с обратной стороны, какой состав и что туда входит. Следующую пометку, на которую необходимо обратить внимание. Имеющие в составе обязательно особенно полезны, если есть пантенол, если есть растительные масла, и если есть успокаивающие экстракты в составе. Вот такие средства, они действительно не будут портить вашу кожу. Лучше, конечно, чтобы это были натуральные масла, потому что очень часто солнцезащитные средства делаются на искусственных определенных ингредиентах, которые могут повредить нашу кожу. Поэтому читайте обратную сторону, и внимательно приобретайте, покупайте эти средства. Без них нельзя, но и с ними нужно быть в ухо во строй держать. Давайте я сейчас для Инстаграма переключу на себя. Пока перелесну следующий слайд, чтобы мне полегче было. Осталось совсем немножечко, но я думаю, что вам эта тема пригодится. Я думаю, она будет для вас полезна. Так, подождите секунду. Слишком это... Слишком перелеснуло. Так. Все. Переходим. Давайте посмотрим. Тема будет «Побор крема с учетом фототипа». То есть, вот сейчас я вам расскажу про те фототипы, которые вы также перекладываете на себя, и уже смотрите, к какому фототипу вы относитесь. Тип номер один. Это светловолосые люди со светлым кожным покровом и глазами. Предпочтительно, а в большей степени, это голубоглазые люди. Человек с таким фототипом явный блондин. Или рыжеволосый, или русоволосый. Это вот, помните, мы говорили про первый тип, кельтский тип. Вот вероятнее всего тип один, это как раз кельтский тип. Итак, кожа в данном случае крайне быстро загорает. Мы с вами говорили, что можно очень быстро сгореть. Поэтому, на заметку, необходимо выбирать средства с максимальной защитой от ультрафиолета. Фактор должен быть 50 и больше. То есть, вот не только с этого начинать, но стараться использовать этот фактор на протяжении всего времени загара. Потому что, даже с этим, помните, мы говорили, что это не то, что вы можете в течение всего дня с СП фактором 50 находиться. А это как рассчитывается, сколько часов вы можете находиться на солнце. То есть, вы конкретно должны учитывать, через какое время вам необходимо обязательно нанести вновь это средство. А не на целый день, один раз нанесли и все. Итак, следующий тип. Следующий тип номер 2, это когда глаза серые, либо карие. Волосяной покров светлый, то есть русый такой, блондинистый. То есть, не совсем белые волосы, светло-русые такие, но ближе к блондину. Существует риск, как следует подгореть под палящим солнцем. То есть, тип 2 тоже очень хорошо сгорает. Не так, как тип 1, но тоже очень сильно. И, вероятнее всего, он как раз вот, ну вы можете потом сравнить и уже более точно определить себя, к какому типу вы относитесь. Итак, существует риск, как следует подгореть под палящим солнцем, но он снижен на 30%, чем у типа 1. То есть, близко, но все-таки полегче типу номер 2. Итак, на заметку для типа номер 2, если вы относитесь к нему. Самое пекло, необходимо покупать крем с фактором 30-45, а обычные летние дни пойдет SPF 20. То есть, видите, в чем различие, для первого обязательно и на постоянно 50, а для второго типа можно уже регулировать 30-45 или 20. Здесь уже можно регулировать и уже смотреть, какое солнышко, какое время и как ваша кожа среагировала на первые загорания. Итак, сейчас в инстаграме переключусь, переключусь к вам на некоторое время, специально присоединяюсь, чтобы не были только слайды. И сейчас осталось совсем немножко, мы рассмотрим все типы и потом буквально несколько рекомендаций для вас. И все, и мы на этом сегодня закончим. Я сегодня прям быстренько как-то так успеваю. Итак, подбор крема с учетом фототипа следующий тип. Мы рассмотрели с вами первый и второй, теперь давайте рассмотрим, что же такое тип номер 3. Людей такого типа больше всех остальных. То есть это практически все такого типа. Очень много. Это европейдная такая раса. Представляет собой средний или светлокожих людей со средними или темными русыми каштановыми прядями. Глаза кария обычно у этих людей. И зеленые и серые. Так, у меня тут муха, залетела жара. Ай-яй-яй, уйди отсюда. Глаза серые, зеленые. В основном и вот и каштановые пряди. Если вы относитесь к такому типу, покупайте средства с SPF-фактором 15 или 20 единиц. Теперь давайте поговорим с вами о типе номер 4. Тип номер 4 это люди с темными волосами и в меру с муглой кожей. Тип номер 4 риск сгорит минимальный абсолютно. Крем необходимо с низким индексом. То есть здесь можно как раз те любимые масла, про которые я говорила. То есть здесь можно использовать масло сразу же при загаре. Можно сразу же, знаете как, использовать SPF-15 для питания и увлажнения. А уже впоследствии, как только немножечко подзагорите, потому что здесь очень быстро загар приходит, то уже тогда можно просто переходить наносить масло и можно загореть действительно уже прям до шоколадки. И тип номер 5. Давайте посмотрим тип номер 5. Я опять обратно для инстаграма переключу, чтобы вы посмотрели. Тип номер 5. К этому сегменту относятся люди, проживающие на просторах Северной Африки. Мы о них уже говорили. Это люди с очень смуглой кожей. Они часами могут находиться под палящим солнцем, не рискуют обгореть. Но в целях защиты все же стоит использовать средства с минимальным фактором. Помните, я вам говорила, для того, чтобы смягчить или увлажнить кожу, то есть если вы тип номер 5, то для ухода за своей кожей вы должны взять средства, чтобы просто-напросто ваша кожа была увлажненная и напитана. Я, конечно, понимаю, что вы купаетесь в море, в озере, но в любом случае, даже когда мы заплываем на море, там соленая вода, и она тоже влияет. С одной стороны, она залечивает какие-то ранки, микротрещинки, и очень хорошие волосы от соленой воды, но в любом случае она и немножко раздражает кожу. Поэтому, если вы даже перед посещением именно водных процедур нанесете средства, которые не смываются, а таких огромное множество, то есть вы нанесли средства, постояли немножко на солнышке, и потом уже пошли поплавать, то вы не боитесь, что это средство смоется. Вы можете просто из воды выйти и уже после этого принимать солнечные процедуры и получать удовольствие от солнца, и удовольствие от влаги, питания, от многого другого. Поэтому, независимо, какого типа бы вы ни были, все равно необходимо обязательно средства, которые вы будете наносить перед солнечными процедурами, и те же средства, которые вы будете наносить после. Я здесь на слайде не написала, но обязательно необходимо и спреи различные, которые будут увлажнять вашу кожу, и должны быть обязательно молочко после загара, которое имеет в составе и пантенол, и вот в компании Фаберлик есть, и Новофтем, то есть это снимает ожог, снимает сухость, питает кожу, и еще и укрепляет именно загар, потому что если вы хорошо позагорали, пришли и просто помылись в душе, ополоснулись, то ваш загар сохранится надолго. Если вы примете ванну после загара или примете прям вот вихоточку, то ваш загар очень быстро слетит. Поэтому если вы хотите все-таки не просто получить солнечный витамин D, но еще и загореть и получить красивое тело, как завещала нам Coco Chanel, тогда обязательно берегите свою кожу, обязательно используйте средства и оберегайте обязательно волосы. Или одевайте определенные панамки, или одевайте кепочки, или на крайний случай вы все-таки, если вы привыкли, как некоторые люди, не одевать шляпы, тогда вы можете нанести специализированное средство для волос, чтобы их увлажнить, чтобы они были живые, красивые и не расщеплялись. То, о чем рассказывала Дарья на предыдущем обучении, что у нас начинает расщепляться стержень волоса, и начинается пушистость, и кончики начинают сечься. Давайте посмотрим следующий слайд, он такой просто образный. Я просто хочу сказать еще раз напоследок, что получаете удовольствие на пляже, получаете удовольствие от солнца, получаете этот незаменимый витамин D, который в зимнее время мы не можем получить, потому что солнышка недостаточно. Поэтому обязательно получайте это, наслаждайтесь этим состоянием, но относитесь к себе очень бережно, обязательно думайте, как загореть, с чем загореть, сколько времени быть, как, к какому типу вы относитесь, и как сделать так, чтобы ваша кожа была просто восхитительной. А сейчас я переключу следующий слайд, и мы на сегодня закончим. Думаю, что я вам сегодня была полезна. Я сегодня старалась, и что-то я так прям быстро справилась, боялась, что час. Загорайте с умом. Прекрасного вам солнца и прекрасного вам лета. Любите себя, ухаживайте за собой. Правильно Наталья у нас пишет. На картинке узнаю себя отлично. Вы знаете, когда человек получает много витамина Д и витамина гормона счастья, то у него получается абсолютно всё. У него получается и жизнь, и бизнес, и любовь близких. И мы тогда, любя себя, дарим намного больше любви другим людям. Поэтому любите себя сами, любите других, любите своё тело, ухаживайте за ним, и получайте огромное количество удовольствия от того, что каждый день – это благо. Благо для каждого. На этом всё. Спасибо огромное за внимание. До новых встреч.